Всем здравствуйте, мои дорогие друзья! Я очень рада приветствовать каждого из вас на своем канале. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее, потому что у нас сегодня с вами будет очень интересное видео. Ну, во-первых, мы обсудим мои спонтанные покупки. Мне кажется, это очень интересно, когда покупки необдуманные, они такие, знаете, просто внезапные, какие-то эмоциональные. Я люблю такие встречи с парфюмерией, когда вот по щелчку, знаете, вы просто понимаете, что вам нужен этот парфюм, и что вы не представляете свой пар в гардероб именно без этого аромата. Но сегодня будет не один аромат, мы будем с вами распаковывать сразу два парфюма. Я предлагаю начать с аромата Элла Кей. Но прежде чем мы начнем, я вам скажу, что эти два аромата я покупала на сайте rendezvous.ru. Сейчас там очень много интересных предложений. Я оставляю вам свой промокод, он позволит вам сэкономить 10% в сумме от любой покупки. На rendezvous продается не только парфюмерия. Там косметика, там декоративная, уходовая, есть различные товары для дома, обязательно заглядывайте. Итак, аромат от Элла Кей, но не Мас Кей, а Хамсин. Я в этот парфюм просто влюбилась. Мускус, я вам уже говорила, почему я его не покупаю, потому что мне кажется, что это какая-то неимоверно завышенная стоимость на него. Я думаю, это все из-за того, что есть ажиотаж, есть спрос. И я подожду, когда все утихнет, уляжется. Тогда, скорее всего, мускус все равно будет в моем парфюмардеробе. Хамсин. Аромат, который меня впечатлил. Это работа Sony Constant. Аромат 2021 года. Чего он так трещит, то я понять не могу. Давайте я его открою. Кто любит шуршать? Я знаю, что люди делятся на две категории. Кто любит распаковки, а кто нет. Если бы мне аромат был незнаком, то, наверное, я бы все-таки его распаковала, познакомилась, а потом бы с вами поделилась. Но так как я сносила отливантик, это была уже покупка не слепая, скажем так, но спонтанная, эмоциональная. Потому что я вполне могла бы обойтись без этого аромата. И тем более он мне очень напоминает Амбрлеза. Амбрлеза у нас в семье принадлежит официально Диме, мужу. И он с удовольствием его носит. Значит, этот похож, хотя вы знаете, так интересно, я когда дала послушать Диме, он сказал, что вообще не похоже. Но мне похоже, понимаете? Ну, во-первых, у них один автор. Я сейчас сравниваю Амбрлеза от Том Форд. Во-вторых, ну мне кажется, плюс-минус ноты, да, только здесь финик. Но вот, кстати, за счет финика, за счет финика этот аромат немножко по-другому раскрывается. То есть он более сладкий, он как будто бы приобретает такой восточный оттенок. Поближе покажу вам коробочку, но особенно показывать нечего. Такая белая коробка, картонная, очень простая, немножко фактурная. И сам флакон. Флакон лаконичный. Мне нравятся флаконы Элла Кей. Они простые, лаконичные, но из хорошего стекла. Трубочку практически не видно. Сама крышка очень тяжелая и увесистая. В целом, мне знаете, что напоминает? Мне напоминает какой-то папин парфюм. Вот так вот внешне. С золотистыми буковками написано Элла Кей. Я хочу его нанести на себя. Здесь на самом деле заявлено всего три ноты. Ну, если верить фрагрантике. Это кожа, финики и цветок апельсина. И мне очень нравится это сочетание. И я этот аромат специально заказала на осень. Мне хотелось и мне хочется кожаных ароматов именно осенью. Мне очень нравится носить их с кожаной курткой. Ой, смотрите, какое распыление. Боже мой, вы видите это? Просто мелкая мелкая. Девочки, мальчики. Ну, это амбрлеза. Почему? Почему Диме не похоже? Очень похоже. Ну, теперь у меня есть, собственно, амбрлеза. И вы знаете, это очень красиво. Но я понимаю, он когда начинает раскрываться, он более мягкий и более сладкий. Понимаете? То есть вот за счет нот финика кажется, что прям действительно чувствуется вот эта косточка от финика. Сладость есть. И сладость очень приятная. Я, пожалуй, вот так. Вот так. Слушайте, ну это очарование. Я в восторге. Я очень рада, что у меня появился этот аромат. Посмотрите, у него такой насыщенный медовый цвет. Такой темный янтарь. Красивый. И сам аромат очень красивый. Знаете, какие у меня от него впечатления? Я почему я его представляю именно осенью? Потому что он звучит вот так вот по-осеннему. То есть немножко есть медовости. Все, что мы любим осенью, вот этот осенний такой вайп. Немножко где-то желтые листвы. То есть картинки рисуются перед глазами. Напиток какой-то очень приятный. И все вместе, вот эта атмосфера, этот шарф, которым хочется укутаться. И на шарфике обязательно вот аромат от Элакей Хамсин. Это, по-моему, этот парфюм, по-моему, принадлежит кожаной линейке. Там по линейкам расписано у бренда. Вот эта кожаная линейка. Я познакомилась еще с каким-то, но я сейчас не вспомню. Но вообще, я, конечно, хочу еще у этого бренда мускус. И если вы знаете какой-то другой аромат, который вам очень нравится, тоже от Элакей, обязательно напишите в комментариях. Потому что я, на самом деле, очень положительно отношусь к бренду. Мне нравится, что здесь такая стрекозка на колпачке, на крышке. Но вообще сделан очень хорошо, сделан добротно. На донышке, кстати, это наклейка или... Да, это наклейка, по-моему. Ну, в общем, вот, Хамсин теперь будет в моем парфюм-гардеробе. Мне кажется, что у меня нет такого прям настоящего кожаного аромата. У меня есть замшевая, у меня есть замшевая, вернее, кремовая кожа от БДК. Но у меня есть мема, да, у меня есть вот кожа итальянская, она все-таки... Но там больше какой-то десертности. Здесь все-таки вы ощутите вот эти кожаные моменты в сочетании с фиником. Вот знаете, такие ароматы очень просто описывать, потому что они пахнут именно теми нотами, которые в них заявлены. И знаете, что я заметила? Что в аромате от Tom Ford, ну, я имею в виду амбр-леза, там цветов больше. Здесь больше сладости, какой-то медовости. Ну, то есть вот таких моментов. То есть для меня все-таки амбр-леза более тонкий, более такой изящный. Но это тоже классный. Здесь вот именно вот эта сладковатая кожа, и все равно есть оттенок белых цветов. Ну, короче, это очень приятно. Если вам нравится такое направление, хотя я не скажу, что я любитель прям кожаных ароматов, да, зачастую на мне кожа кислит. Но здесь это вообще не про кислое, это, скорее всего, наоборот, во что-то такое. Знаете, сразу хочется заварить черный крепкий чай, насыпать полную тарелку фиников, поставить рядом вазочку с медом и просто включить какое-то приятное, доброе кино и посмотреть этот фильм с удовольствием, вот запивая этим чаем. В какой-то прохладный, дождливый день, понимаете? Вот такое настроение от этого аромата. Давайте приступим к следующему аромату. И вот этот парфюм, это была для меня вообще неожиданность. Но я уже, по-моему, с вами делилась и в Телеграм в том числе. Если вы еще не подписаны на мой Телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, тем более в нынешней ситуации, когда Ютуб работает нестабильно. Вся информация прежде всего в Телеграм-канале. Там мы с вами вместе решим, куда нам дальше идти. Аромат от Францис Курджан, кстати, как правильно? Францис Куркеджан или Францис Курджан? Я просто иногда слышу, что говорят Куркеджан. Думаю, может быть, я неправильно читаю. У меня, кстати, первый аромат у данного бренда, так что можете меня поздравить. Да, у меня нет бокары, у меня вообще нет никакого аромата. И, в принципе, я всегда обходила этот парфюмерный дом стороной, потому что стоимость ароматов, ну, как бы, скажем так, мягко, небюджетная. Но здесь получилось каким образом? Я заказала 8 мл формат на рандеву, очень удобный. Обожаю этот формат, честно вам скажу. Я уже столько раз себя избавила от ненужных покупок. 8 мл, я могу это себе позволить. Но у меня есть такое, знаете, условие. Если я полностью вот выпшикиваю эти 8 мл, значит флакону быть. Если же нет, то дальше живем спокойно. Понимаете, да, о чем я говорю? Рюмамерис, который пришел ко мне, наверное, месяц назад. При первом тестировании, вот при первых, там, не знаю, вот пшиках, мне показалось, что он очень похож на аромат Сиракуза от Грити. И я потом вычислила, что это как раз таки цветок, по-моему, лимона так пахнет. Свербит мне в носу, знаете, вот просто от него какая-то головная боль. Но я все равно решила несколько дней его поносить. И я собрала на него столько комплиментов. И чтобы мне не говорили, все равно это на нас влияет. Да, есть, конечно, собственное мнение. Понятно, что нам всем важно свое собственное ощущение. Но все равно, знаете, вот когда проходишь, тебе говорят, ой, а чем так приятно пахнет? Я не скажу, что меня прям заваливают комплиментами каждый день. Это довольно-таки редко. Это заставило меня на него повторно обратить внимание. Я стала его носить. И как раз так совпало, что погода стала более прохладной. Когда он стал по-другому на мне раскрываться, я уловила в нем ноту, которую я просто обожала в аромате от Элисаб. Я вам уже об этом рассказывала. Но я повторюсь, для тех, кто впервые на моем канале, был такой аромат. Он, может быть, и сейчас есть, но, по-моему, это уже снятость. Аромат от Элисаб Ля Кутюр, по-моему, называется. Такая зеленая жидкость. Он очень приятно пахнет. Но я все время думала, что так пахнет жасмин. Ну, либо цветок апельсина в сочетании с жасмином. То есть белые цветы. Оказывается, у них очень много общего вот с этим ароматом. А когда я еще увидела, то есть я сначала подумала, вот какой мне парфюм напоминает. Он стал по-другому раскрываться. Вот тот аромат, который когда-то был у меня, мне он очень нравился. И я потом заглянула на фрагрантику. И, представляете, как я удивилась, когда увидела, что у них автор один. И тот аромат тоже сделал Францис Курджан. Или Куркиджан. Блин, буду сейчас путаться. В общем, автор один. Мне не показалось. Цветок лимона я стала слышать меньше. Поэтому я полностью выпшикала. Ну, не поэтому, а просто аромат по-другому как-то стал на мне звучать. И вообще мне хотелось его каждый день носить. У меня с ним случилась какая-то невероятная любовь. Короче, вспыхнула страсть. И я его заказала. Но заказала 35 миллилитров. Подумала, а вдруг меня опять вот так вот переключат. Я услышу этот цветок лимона. Не буду рисковать. Коробочка простенькая. Открываем. Вот, знаете, приятная золотистая здесь бумажка. Напишите, какой у вас есть аромат от Франциску Куркиджан. Или Франциску Курджан. Смотрите, а здесь внутри такая коробочка. И флакон внешне смотрится очень маленьким. Вот что я вам хочу сказать. Посмотрите, какой он малюсенький. Или это от жадности. Аккуратненький такой флакон. Лаконичный. Но с другой стороны, знаете, будет удобно брать с собой. Это я так себя успокаиваю. Нет, я не к тому, что мне этого мало. Нормально мне при моем пар в гардеробе. Ну, просто что-то он совсем малюсенький. Я его не буду на себя наносить. Так как я благоухаю хамсином. Я его нанесу на блотер. Но я его хотела. Да, это он. Вы знаете, как вот может измениться впечатление? Он мне сейчас кажется таким женственным. Таким утонченным. Это, конечно, полностью противоположность предыдущему аромату. Так красиво звучат цветы. И как будто бы я уже не слышу этот цветок лимона. Как будто бы я слышу здесь жасмин. Хотя он не заявлен. Цитрусы на старте. Есть даже легкая такая медовость в этом аромате. Вообще по нотам, по нотам этот аромат должен был мне понравиться. Здесь есть ирис. Я купилась вообще на ирис. Здесь есть смолами рис. Я люблю, когда ирис не простой. Когда он не просто вот. Ну, вернее, я пудровый ирис тоже люблю. Что уж там говорить. Просто у меня много уже подобных ароматов. Помадных ирисов, пудровых ирисов. И мне нравится. Я сейчас ищу какие-то необычные. Когда вот они сочетаются с фруктами. Они это кто? Они ирисы. Сочетаются с фруктами. Когда это какая-то цитрусовая такая яркая история. И вот здесь это все есть. Я даже, знаете, стала слышать сладкий апельсин на старте. Это о чем я вам все время говорю. Что с ароматом нужно познакомиться поближе. Он тогда открывается. И тогда вы уже формируете свое такое полноразмерное. Или как по-другому сказать мнение. Такое впечатление. Конечно, первые пшики. Это может быть все очень обманчиво. Хотя девочки многие пишут. И в телеграмме тоже это обсуждали. Что есть в нем эта свербящая нота. Мне не показалось. Но как-то вот в носке она, видимо, на моей коже стала звучать тише. На блотере я ее больше ощущаю. Скажу вам честно. То есть здесь прям такой, как будто бы, знаете, когда вы подходите. Вот цветущее дерево. И вот эти белые цветы. И вот эта пыльца. Как будто бы она вам в нос прям забивается. Вот с блотера так. Но потом, вот так, когда в шлейфе, он вообще невероятный. Во-первых, у него километровый шлейф. Он вообще, он такой вот, он очарует всех, мне кажется. Кстати, аромат, вот про который я вам говорила, Эли Сааб, Эля Кутюр. С ним была такая же история. Он же мне не понравился вначале. А потом моя подруга пришла ко мне в гости. Работал кондиционер. Знаете, это вот когда аромату нужно больше воздуха. И я спросила, какой на тебе парфюм. И она мне говорит, так это же вот этот, он тебе не понравился. Я тогда ей даже не поверила. Но на самом деле это был тот аромат. Поэтому зачастую получается так, что мы влюбляемся в аромат в шлейфе. А когда вот так тестируем, особенно, знаете, в магазине, вот так с первого нюха, невозможно вообще ничего понять. Обязательно напишите в комментариях, есть ли у вас этот аромат. Просто это будет даже полезно для тех зрителей, кто зайдет именно для того, чтобы узнать отзыв об этом парфюме. Может быть, кто-нибудь тоже раздумывает, покупать или нет. Заглянет в инфобокс, заглянет в комментарии, увидит, что очень много положительных, либо отрицательных впечатлений. Потому что это то, что я с вами делюсь, это мои собственные эмоции. Я говорю, делюсь с вами только лишь своими, своими ассоциациями, своими ощущениями. Всегда важно послушать и других. Мне нравится такой, знаете. Я сначала подумала, что вот на этом язычке буква «Ж». Ну, как бы женский, да, или что? Нет, это, наверное, не «Ж», это просто, наверное, какой-то знак. Класс, я довольна. Два таких совершенно разных аромата. Вообще супер. Конечно, америз я с удовольствием сейчас летом носила, и он у меня заякорился с августом. Но я продлю себе это лето, несмотря на то, что у нас уже сентябрь впереди. Не буду больше затягивать видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Если это так, то обязательно поставьте пальчик вверх. Мне всегда приятно наблюдать вашу реакцию. Я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до свидания. Желаю вам, как всегда, всего самого доброго, мирного. И мы скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»